Привет! Ваши видеоролики зрители не досматривают до конца, поэтому YouTube их не продвигает и они не набирают просмотры. В YouTube Analytics есть понятные метрики, которые подсказывают нам, почему так происходит. Сейчас мы их посмотрим и разберем с вами 15 приемов, которые позволяют исправить ситуацию. Открываем YouTube Analytics на уровне видео и часто видим такую картину. У этого видео меньше просмотров, чем у обычного других роликов, потому что его смотрят реже постоянные зрители, у него хуже удержание. Суммарное время часов просмотра всего 79. Контрпример. Другой ролик. Число просмотров увеличилось на 55%, потому что его больше смотрят постоянных зрителей, а также продолжительность просмотра тоже больше. Поэтому видео чаще показывается в рекомендациях. То есть YouTube нам все рассказывает, почему так происходит, и 366 часов просмотра у данного видеоролика. Если мы рассмотрим более широкие темы, а не только мою тему про YouTube, то там картина будет еще более интересной. Например, ролик на широкую аудиторию, просмотров больше в 4 раза, чем обычно. Постоянные зрители чаще переходят к ролику и дальше смотрят его дольше. В результате видео чаще показывается в разделах с рекомендациями YouTube. 861 тысяча просмотров, 213 тысяч часов просмотра, ролик был опубликован как премьера. И дальше обратите внимание на подробные сведения. Больше просмотров из рекомендаций, чем обычно. Выше CTR по постоянным зрителям, это очень важный параметр, на него мы будем обращать внимание. И он составляет 12-13%, и в среднем даже 16% достигает. Постоянные зрители смотрят видео дольше, чем обычно, то есть на 2 с лишним минуты дольше. Это значимый параметр, который дает обратную связь алгоритмам YouTube и позволяет этот видеоролик лучше ранжировать. А теперь факт, который многих удивит, ребята. Средняя продолжительность просмотра этого ролика 15 минут, при том, что он длится полтора часа. И это порядка 17%, но тем не менее ролик набрал хорошие показатели. Почему так происходит? Почему этот ролик при, казалось бы, довольно низком удержании, все равно набирает хорошие просмотры? Потому что на YouTube важно суммарное время просмотра видеоролика. И если мы обратимся к предыдущему примеру, обратите внимание на разницу. Видеоролик продолжительностью 11 минут, имеет среднее удержание 4 минуты. То есть 35% средний просмотр. Казалось бы, хороший показатель. И первые 30 секунд имеет удержание 67%. О важности первых 30 секунд мы сейчас тоже поговорим подробнее. Второй видеоролик. Продолжительность 20 минут. 5 минут средняя продолжительность просмотра. То есть удержание всего 24%, но 25%. То есть в первом ролике 35% средний просмотр. Во втором ролике 25%. Но второй ролик набирает трафика значительно больше, чем первый видеоролик. Почему? И здесь первое когнитивное искажение. Многие думают, что ролик нужно максимально сжать, спрессовать для того, чтобы его в большей степени досмотрели до конца. Это часто так не работает. YouTube важно время, которое проводят зрители на платформе. Чтобы зритель зацепился, важно дать ему максимум вовлечения в первые 30 секунд. И я расскажу вам о тех приемах, которые для этого используются. Если хотите сразу к ним перейти, тайм-коды в описании вам в помощь. А дальше играет роль совокупное время просмотра в минутах. И оно определяется в том числе длительностью видеоролика. То есть видеоролик длительностью полчаса, который смотрят на 20%, будет получать больше трафика и лучше продвигаться YouTube, нежели 5-минутный видеоролик, который в среднем просматривают на 40% или даже 50%. Такой парадокс. Поэтому делать специально короткий контент неэффективно. Поэтому в кулинарной нише 8-минутные ролики выстреливают, а 2-3-минутные ролики намного хуже набирают просмотры в подавляющем большинстве случаев. Но при этом вы должны делать достаточно динамичный ролик. Как это сделать, я тоже расскажу в разделе рекомендаций. Теперь, что касается первых 30 секунд. Это действительно очень важный показатель. Он решает, будет ли зритель в принципе тратить время на просмотры вашего контента. Вот эти цифры, которые тоже есть в YouTube Analytics на уровне каждого отдельного видеоролика, и определяют судьбу видео в значительной степени. Ваш целевой показатель, чтобы ролик имел более 55% удержания аудитории на отметке 30 секунд. Если меньше, то ролик не будет вовлекать аудиторию и хуже отрабатывает на алгоритмах YouTube. Если ролик имеет показатели 70+, то высока вероятность того, что на вашу аудиторию, в вашей нише он зайдет неплохо. И если вы добиваетесь показателей 70-75%, то скорее всего алгоритмы YouTube будут лучше продвигать ваши видео. Обратите внимание также на охваты. Каждая тема имеет свой потенциал и свои охваты. Для того, чтобы выбирать наиболее эффективные темы, которые набирают просмотры, нужно анализировать конкурентов. В одной нише одна и та же тема может иметь потенциал 1000 просмотров или 10 тысяч, даже 100 тысяч просмотров в рамках емкости этой ниши. Когда вы правильно анализируете конкурентов при помощи сервиса ViceWatcher, ссылка в описании, вы находите те темы, у которых потенциал просмотров выше. Сам YouTube подсказывает нам этот ориентир. Читаем дословно. Имейте в виду, что некоторые темы всегда привлекают небольшую аудиторию. То есть вы, выбирая такие темы, всегда будете обречены на низкие просмотры. И многие авторы YouTube каналов делают именно так, потому что они не анализируют конкурентов, не подходят системно и не смотрят на те темы, у которых наибольший потенциал. А именно такие темы подсвечивает ViceWatcher и он дает вам точное понимание, что снимать для того, чтобы видеоролики набирали хорошие просмотры. Если вы потом технически обеспечите приемлемое качество видеоролика и достаточное удержание, ролики будут выстреливать и набирать по верхней границе вашей ниши. Поэтому прямо сейчас переходите по ссылке в описании, соберите не менее 25 каналов конкурентов в вашей тематике, получите рекомендованное видео и пусть следующий ваш видеоролик будет снят в рамках тех рекомендаций, которые дает ViceWatcher. То есть пересеките эту тему с тем, что вы снимаете на канале, затроньте обязательно эту проблематику и формируйте насмотренность, чтобы понимать, как конкуренты, имеющие эффективный хороший трафик, называют видеоролик, какие они делают значки, как они работают с аудиторией в процессе повествования. Это важно и дает вам больше трафика. Теперь вернемся к основному повествованию и я покажу вам, что происходит, когда вы правильно работаете с удержанием аудитории и ролик получает достаточное суммарное время просмотра в минутах, а выглядит это так, что вы вовлекаете постоянных зрителей. То есть вы обеспечили интересную тему видеоролика, правильно подошли к тому, чтобы в первые 30 секунд захватить зрителей, их внимание, я сейчас расскажу как. И дальше в течение вашего видеоролика у вас увлекательное повествование, которое дает вам удержание в рамках, например, 20-минутного или полчасового видеоролика, хотя бы там 23-25%, тогда в первые же сутки вы получаете хорошие охваты по постоянным зрителям. Эти охваты держатся достаточно долго и по итогу ваш ролик получает достаточно большой объем трафика, привлекает также и уникальных зрителей и привлекает хорошее количество подписчиков. То есть ролик отрабатывает отлично и вы радуетесь результатом. Теперь давайте перейдем непосредственно к приемам, которые используются для повышения удержания аудитории для того, чтобы захватить внимание зрителей. Я напомню, что эти приемы текстом будут продублированы в моем телеграм-канале Канаден, поэтому если вам удобнее сохранить текст или воспринимать его, переходите по ссылке в описании на телеграм-канал Канаден и подписывайтесь. Первый прием. Как обеспечить захватывающее вступление? Не нужно вступать монотонно и рассказывать, кто вы, вот о чем тут ваши ролики. Сразу поставьте вопрос, зацепите внимание зрителя, дайте утверждение, дайте противоречия, выразите боль аудитории и тогда наибольшая вероятность того, что зритель поймет, что этот ролик именно тот, который он либо искал, либо готов посмотреть. Интрига вступления принципиально важна. Не будьте скучным, не делайте интро какие-то, сразу к делу. Даже если вы хотите сделать инфографику, интро, ну вот нравится вам, не можете вы без этого, поставьте ее не в самом начале. Пусть в начале будет замануха, потом короткая двухсекундная интро-перебивка и потом пойдет основное повествование. Так вы добьетесь более высокого показателя удержания в первые 30 секунд, он важен. Если он будет меньше 50%, не рассчитывайте на трафик. Если от 50 до 70%, трафик будет плюс-минус средний. 70 плюс процентов, высока вероятность хорошего трафика в рамках вашей ниши и целевой аудитории. Второй прием. Демонстрируйте то, о чем говорите. Наглядность принципиально важна. Добавляйте звуки, добавляйте вставки. Если вы говорите, например, не делай это, напишите текст на листке бумаги и разорвите ее в кадре. И кто-то скажет, Дэн, я не многорукий, многоног, чтобы одновременно рассказывать и демонстрировать. Особенно если я занимаюсь какими-то технически сложными задачами или работаю в шумных условиях и так далее, работаю на улице. Вам не нужно одновременно снимать, озвучивать, повествовать. Вы можете записать видеоряд, а потом озвучить уже или в варианте говорящей головы, или просто зачитать текст на микрофон и смонтировать все воедино. Так вы получите более связное, стройное повествование, будете тратить меньше сил и энергии, избавитесь от различных технических проблем в виде фонового шума, рваного повествования, косяков во время съемок. И ролик будет выглядеть намного лучше. Посмотрите на технические каналы, которые часто снимают свои процессы, там, какого-нибудь металлообработки, деревообработки отдельно. И походу просто повествуют. Потом добавляют немножко стендапа, где они рассказывают о том, что будет происходить в ролике, с какими проблемами они столкнулись. Миксуют это в единый видеоролик и получается красиво. При этом на монтаж они тратят не так много времени, порядка 2-3 часов и получают действительно хороший продукт. Демонстрация очень важна. Теперь приемы драматургии. История с кульминацией. Рассказывайте зрителю историю в самом начале ролика и постарайтесь сделать кульминацию наиболее яркой, для того, чтобы зрители хотели получить развязку и досмотреть этот видеоролик до конца. Только так вы сможете держать достаточное напряжение. Но не пережимайте. И помните, что основы драматургии предполагают эмоциональные качели. То есть динамичные моменты чередуются с более спокойными. Происходит смена динамики и порой даже смена вектора повествования. Но не рваный какой-то монтаж, а именно последовательный, но с какими-то интересными эмоциональными или сюжетными ходами, которые могут быть совершенно простыми. Завлекающие вопросы и обсуждения. Это обязательный компонент взаимодействия с вашими зрителями. Не делайте просто формально какое-то там обращение к зрителям, что там напишите в комментариях. Это не будет иметь эффекта. Вы можете или словить аудиторию на эмоции, когда эмоционально зрительный пишет. Да, у меня была такая же проблема, у меня тоже машина не завелась в минус 25. Я там с этим долбаным аккумулятором набегался. В итоге пришлось вообще вызывать эвакуатор. Ну, какая-то история. Вы напишите, что друзья, если у вас машина тоже там не заводилась, напишите в комментариях вашу ситуацию и как вы из нее выходили. Это может поймать на эмоции, особенно когда тема актуальна и востребована. А просто там знаете в стиле, ну типа напиши, что ты там думаешь в комментариях. Это выглядит отталкивающе. Это не работает. Поэтому завлекать нужно или на эмоциях, или на знаниях. Что друзья, я делаю вот так и так. Методика моя такая. Если у вас есть своя методика, пожалуйста, расскажите, как делаете это вы. И помогите мне прийти к какому-то правильному подходу. Ну, все что угодно. Да, например, я рассчитываю, не знаю, эту интегральную схему таким-то образом. А как вот правильно, как вы делаете. То есть здесь уже есть обращение к аудитории, чтобы получить обратную связь. Кстати, подумайте, какое самое интересное, необычное, может быть нестандартное обращение к зрителям вы делали в своем контенте. Было ли такое? Если да, напишите его в комментариях и кратко опишите контекст, как это происходило. Может быть, другие ютуберы из нашего ютуб-сообщества возьмут себе на вооружение этот метод. И будут вам очень признательны наставить лайков вашему комментарию. Вам будет приятно. Кстати, если тема сама по себе вам интересна, то ставьте лайки этому видео. Это поддержка нашего ютуб-сообщества. Это очень важно. Если вы делаете обучающий материал, то вам нужно разложить его на простые компоненты. Атомарные составляющие и излагать их последовательно. Каждый пункт лучше укладывать в хронометраж не более двух минут. Подготовьте тезисы. Если вы их не можете запомнить, напишите их на бумажке. Или записывайте фрагментами видеоролик для того, чтобы по итогу повествование было довольно емким. С меньшим количеством воды и с лучшим удержанием аудитории. Каждый тезис лучше всего продемонстрировать наглядно. Для того, чтобы материал лучше воспринимался. Самую ценную информацию спрячьте внутри видеоролика. Она может быть не обязательно в конце, хотя может быть и в конце, но где-нибудь там в середине, например. И обозначьте ее важность и ценность для того, чтобы у зрителя была мотивация досмотреть. При этом сам факт, представляющий интерес, вы можете вынести в самое начало. А его объяснение, демонстрацию и подтверждение спрятать внутри видеоролика. Так вы совместите удержание и раскрытие сути для того, чтобы аудитория не ушла сразу. Анонсы, трейлеры. А что здесь будет интересного? Это отличный прием, когда в начале видеоролика вы либо рассказываете, что ты узнаешь в этом ролике, какая будет ценность. Или просто делаете вставку самых интересных моментов, вопросов, может быть факапов, может быть какая-то сцена, которая имеет яркую развязку. Но в самый интересный момент вы ее обрезаете и раскрытие будет уже внутри видеоролика. Чем более зрелищный ваш контент, тем эффективнее данный прием в вашем случае. Трейлер для ролика. Мы забыли про интро. Никаких длинных вступлений, никаких вот этих непонятных странных инфографик и так далее. Это все не работает. То есть трейлер это или подборка эмоциональных моментов из ролика, или краткая подборка интригующих, страшных моментов из видео. Наиболее ярких, наиболее позитивных, чтобы это выглядело как анонс. А что же там произошло? Некоторые ютуберы вначале ставят для серийного контента подборку того, что было в прошлых сериях. Например, мы купили там самую дешевую Bentley у нее, отвалился мотор. Мы проточили ей там, не знаю, головку блока цилиндров. И теперь есть там проблема с коробкой передач. В этом ролике мы будем заниматься ее решением. В качестве примера, да, такой анонс. Это погружает новую аудиторию в контекст, не заставляя этих зрителей гадать, а что же тут вообще происходит в кадре. И не заставляя сразу пересматривать все ролики предыдущие, потому что они все равно не будут их пересматривать. И делает повествование более целостным. И делает хороший вход, в том числе для постоянной аудитории. Поэтому такой вариант трейлера является крутым. Теперь варианты сюжетных поворотов. Удерживать внимание зрителя в самом начале, это важно. Первые 30 секунд мы про них проговорили. Но и дальше, по ходу повествования, важно не давать зрителю заскучать. Для этого хороши какие-то сюжетные повороты и элементы с эффектом вау. Чем более зрелищный ваш контент, тем эффективнее вы можете их использовать. Например, те же самые пранки. А если у вас что-то пошло не так, например, вы обрабатываете заготовку, у вас сломался резец, или у вас вырубился свет. Но считайте, это уже взбодрит аудиторию и выхватит их из состояния оцепенения и желания перейти на какой-то другой видеоролик. Они, может, уже потянулись к экрану своего мобильного телефона, чтобы переключить. И тут раз у вас что-то происходит, и зрители, о, блин, нифига себе, и как он будет решать эту проблему. Вот это дает отличное удержание и приносит вам намного больше показов, и, как следствие этого, отличное количество просмотров. Текст на экране и элементы инфографики. Это тоже очень хорошее решение, особенно для упрощения восприятия контента. Если у вас ролик делится на какие-то тезисы, ключевые моменты главы, продублируйте их текстом на экране. Эффект двойной. Во-первых, есть люди, которые, например, сидят на работе, смотрят видеоролики без звука. Они воспринимают картинку, и текст им поможет понимать, что здесь происходит. Во-вторых, это повышает наглядность и дает больше визуального ощущения от контента. Это плюс в познавательных видеороликах. Это может быть особенно важно. Какие-то ключевые слова, показатели, графики разнообразит ваш контент. Делайте. Демонстрация какого-либо действия при рассказе. Это очень важно. Это можно снять довольно бюджетно. Если вы думаете, что надо одновременно и снимать, и рассказывать, то, ребята, я вас обрадую. Так делать не обязательно. Вы можете отснять все заранее, даже на статичной камере. А потом просто это смонтировать, длительные процессы ускорить, и получится очень неплохая картинка. А уже описание всего этого вы сделаете отдельной подсъемкой, и результат вас будет радовать. Я в рамках моего марафона YouTube на роликах про Турцию демонстрирован, как я просто из спичек и желудей собираю видеоряд, как я где-то иду там по Турции и так далее. И параллельно в варианте говорящей головы я просто записываю повествование. Затем кусочки, которые были вот с видеорядом, я ставлю в первую половину видеоролика, они идут сплошняком, дают какое-то разнообразие происходящего в кадре. А параллельно идет повествование. Точно так же делает уважаемый мной Анар Бабайкин на канале на Пенсию в 35. Он записывает некий сторонний видеоряд, а фоном идет его заранее продуманное и подготовленное повествование. Трафик вы видите, собственно, это эффективная схема, которая может работать и в вашем случае тоже. Анимация и инфографика. Ее можно сделать бюджетно. Если вы не знали, в том же самом PowerPoint можно делать простейшую анимацию и создавать инфографику. Если мы говорим о профессиональных решениях, о решениях AR дополненной реальности, во-первых, есть разные нейросети, которые могут вам сгенерировать эту самую инфографику по запросу. Во-вторых, если мы говорим о профессиональном создании контента, особенно корпоративного, бизнес-контента, то заказать такую инфографику можно и порой даже нужно. Например, вы делаете какие-нибудь системы очистки воды, закажите инфографику с устройством этой системы, принципом ее работы. Это поможет сделать ваш контент более профессиональным и повысить конверсию. Ведь это дорогие системы с высоким чеком. Люди ждут качественный контент, а не что-то, снятое с каким-то рабочим Семеновичем на какой-нибудь тапок, там iPhone, не знаю, первого поколения и с ужасным звуком, как из ведра. То есть здесь добивайтесь качественного контента. В бытовом применении анимация инфографика может быть сгенерированная, может быть построенная на шаблонах Adobe After Effects, может быть созданная реально хоть в PowerPoint, хоть в любом редакторе вы накидали этих элементов и добавили. Вставка неудачных дублей повышает удержание аудитории. Кто-то ставит дубли в конце, кто-то даже специально совершает ошибки в видеоролике, для того, чтобы забайтить аудиторию на комментарии. Вы наверняка замечали порой, что где-то вы оговорились, допустили ошибку, и в итоге человек 10 в комментариях написали вам, что чувак, ты сказал ерунду, там все вот так, а не так. А вы не представляете, некоторые опытные ютуберы специально так делают, они даже у себя в сценарии прописывают, например, сказать, там, не знаю, не ваты, а вольт амперы. И такие, что ты говоришь, ты вообще нихрена не понимаешь, там, в электрике пишут. А он просто байтит аудиторию и получает в итоге больше охватов. И этот прием, кто-то скажет, грязный прием, да нельзя его применять, ты что. Но он применяется, и он активно вовлекает аудиторию. Что касается съемок и монтажа. Если вы можете бюджетно сделать, например, двухкамерную съемку, там, на камеру и на телефон, тоже разнообразие, почему нет. Если вы можете снять с разными крупностями планов, тоже плюс. Но не заморачивайтесь, на самом деле, съемка и монтаж не дают вам какого-то крутого преимущества. То есть, дорогой, крутой, красивый монтаж, это в плюс. Но если это затратная статья по деньгам или по времени, то видеоролик с намного более простым монтажом, но снятый на хорошую, правильно выбранную тему, как, собственно, происходит у ребят, которые пользуются вайзвотчером, набирает намного больше просмотров, чем видеоролик с крутою. С крутым монтажом, с дорогим продакшеном. Ну, просто так работает YouTube. Это факт, вы можете убедиться на своем опыте, но лучше на чужом, чтобы не тратить деньги и время. И не забывайте о правильных призывах к действию. Многие считают, что надо просто сказать, «Эй, подпишись, поставь лайк, переходи к просмотру другого ролика». Говорят это как некую мантру, не выделяя эмоционально и никак не мотивируя. Плохая схема не работает. Нужно объяснить зрителю, зачем ему выполнять то или иное действие. Зачем ему подписываться? Да не надо ему подписываться. Да и вам не надо, чтобы он подписывался и был неактивен. Скажите ему, что в следующую среду выйдет видеоролик на такую-то тему. Она важна, потому что вы для себя получите такой-то профит. Узнаете такую-то информацию. Чтобы не пропустить, включите колокольчик. Это уже мотивация. Или зачем ему смотреть другой ролик по конечной заставке? Какую проблему он его решает? В какой момент байтить на лайк? Когда вы даете зрителям какую-то эмоциональную разрядку. То есть зритель чувствует, что он бывал в такой же ситуации, как и вы. Он чувствует сопереживание за главного героя. Или он получил реально какую-то пользу, ответ на свой вопрос. В этот момент лучше всего забайтить зрителя на лайк. Он будет рад поставить лайк, потому что вы ему реально помогли в этом видеоролике. И можно добавить дополнительное обоснование, что лайки мотивируют меня снимать продолжение этого контента. И это уже тоже обоснование. Есть, знаете, известный прием, который раскрыл еще Роберт Чонг Динь, если вы читали соответствующую литературу. Что когда вы общаетесь с человеком и даете ему хотя бы какие-то базовые аргументы того или иного призыва к действию. Это работает намного лучше, чем просто поставь лайк. Поставь лайк, потому что мне будет приятно и мотивирует создавать новый качественный контент. В первом случае поставь лайк. Не работает практически никак. Во втором случае, казалось бы, мы говорим то же самое. Там нет чего-то принципиально другого. Но понятно, что лайк будет мне приятно. Понятно, что будет больше мотивации. Но мы это проговариваем. И это дает кратно лучшую отдачу. Пробуйте эти приемы, скопируйте их себе, распечатайте. Можете выбрать из них те, которые наиболее подходят для вашей ниши, для вашего канала. В телеграме есть они текстом. И применяйте, друзья, на практике. Только применение на практике даст результат. И помните, что первоочередная задача – это найти темы, которые выстреливают. Затем обеспечить хороший CTR, значок названия, и потом удержание. Вот эти три аспекта, соединившись воедино, в одно целое, дадут вам отличные показы, CTR, просмотры, удержания. И это будет положительная обратная связь для YouTube. Ролик будет выбирать просто весь трафик в вашей нише. Именно к этому мы и стремимся. Именно для этого я записываю такие видеоролики, чтобы развивать наше русскоязычное сообщество ютуберов. Спасибо тем, кто досмотрел до конца. Вам отдельный респект, дорогие друзья. Сердечная благодарность от меня. И в следующем ролике мы обязательно рассмотрим, какие перспективные темы снимать на YouTube в этом году, для того, чтобы получать больше трафика. Спасибо. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова